Здравствуйте! В эфире Вести Карачаево-Черкесия. В отделе МВД России Карачаевский состоялось торжественное открытие фельдшерского здравпункта. Он находится в здании межмуниципального отдела в городской черте с развитой инфраструктурой. Заместитель министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии Михаил Дневалов отметил, что новый здравпункт открывает возможности получить доступную, качественную медицинскую помощь всему личному составу отдела МВД России Карачаевский. Здесь будет осуществляться первичный прием и неотложная медицинская помощь. Сотрудники смогут проверить артериальное давление, уровень сахара в крови, уровень насыщения крови кислородом, провести электрокардиографическое исследование, а также получить другие медицинские услуги. Руководитель медико-санитарной части МВД по Карачаево-Черкесии Шамиль Лайпанов отметил, что для сотрудников водителей планируется организовать предрейсовый и послерейсовый профилактический медицинский осмотр. После символической церемонии перерезания красной ленты руководители осмотрели кабинеты нового фельдшерского здравпункта. Здесь есть все необходимое для оказания плановой, неотложной и экстренной помощи личному составу территориального органа внутренних дел на районном уровне. Подключены коммуникации, проведено холодное и горячее водоснабжение электричества. Целью открытия здравпунктов является повышение доступности первичной медико-санитарной помощи для сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, проходящих службу территориальных органов МВД России на районном уровне. Медицинское обеспечение которых, в соответствии с законодательством Российской Федерации, возложено на медицинской организации системы здравоохранения МВД России. Хочу вам спросить свою искреннюю благодарность с участием, которые приняли активное участие в создании здравпункта. Открытие этого медицинского фонда стало важным и неотъемлемым шагом в развитии медицинской службы Карачао-Черкесии и принесет значительное улучшение качества оказания медицинской помощи личному составу сотрудников органов внутренних дел. Но это эффективная работа и наши училия обеспечивают медицинскую физику. Это событие, которое в первую очередь позволит нам значительно приблизить медицинскую помощь сотрудникам МВД ПКЧР. На Федерский здравпункт будут возложены следующие функции. Оказание первичной медико-санитарной помощи сотрудникам МВД ПКЧР при проведении учебных встреч, спортивных, массовых и иных мероприятий, организации проведения предварительных периодических предрессов медицинских осмотров, организации проведения диспансерно-динамического наблюдения в отношении личного состава, в свое время направление сотрудников в медико-санитарную часть для организации стационарного обучения. Новогодние каникулы продолжаются. Курорты Карачао-Черкесии продолжают принимать гостей. Как говорят в Министерстве туризма о республике, в этом году туристический поток в разы увеличился. Горнолыжный сезон открыт. Любители активного вида спорта с удовольствием катаются на склонах Домбая и Архыза. В этом году туристам еще удобнее стало приезжать в Карачао-Черкесию. Стал работать туристический поезд. И программа пребывания гостей в республике, согласно заранее приобретенным туристическим пакетам, предусматривает экскурсии на всесезонные курорты с посещением самых популярных природных и культурных достопримечательностей. Мнение туристов в Домбайе выслушала Алла Качиева. Всесезонный курорт Домбай – это поселок с удивительной природой, глубокими ущельями, многовековыми летниками, стремительными водопадами и склонами гор, покрытыми снегом. Сюда ежегодно приезжает отдыхать сотни тысяч туристов. Здесь очень красиво. Красота гор, чистый воздух. Мы сюда приехали, буквально первый день мы встали на лыжи. Вот мы катаемся. Вчера были в Архызе. Тоже очень красиво, но здесь все-таки нам нравится больше. Мы из Москвы. Приехали первый раз. Первый раз встали на лыжи, на сноуборд. Со снегом, с погодой нам повезло, так как снега много здесь. Нам очень нравится. А вы? Тоже из Москвы. Первый раз. У меня было две тренировки до поездки сюда. Но здесь, это просто не описать. Это же дух захватывает. Ты летишь. Нет, ну ты как будто звезда. Если даже в сетку летишь, неважно. Кстати, к началу горнолыжного сезона Домбай готовится основательно. Ведь с каждым годом число приезжающих туристов увеличивается в разы. Первый раз уже почти каждый год приезжаем. Все хорошо, очень все нравится. С каждым годом все лучше и лучше. Как вам отдыхается в Домбайе? Откуда вы приехали? Отдыхается шикарно. Вообще это просто бомбический отдых. Здесь такой воздух чистый, кристальный, цвета сочные. А какие гостеприимные люди. Просто настолько вот каждый уже как родной. Приехали из Москвы, да. Очень нравится. Тут прекрасный вид. Отдых невероятный. Это невероятно. Мы здесь 4 дня. Леша, организатор самый лучший. Основная зона катания расположена на склонах горы Мусачитара. Высота до 3200 метров над уровнем моря гарантирует качество и количество снега на трассах. А южная ориентация склонов – постоянное присутствие солнца. Спуски здесь достаточно комфортны для катания. Умеренный уклон, равномерный рельеф, просторные склоны. Трассы регулярно обрабатываются ратраками перед началом катания и, как правило, после снегопада. Общая их протяженность – 20 километров. Впервые приехали с Краснодара. Нам очень круто. Все нравится. Погода классная. Очень тепло. Снег есть. Все нравится. В общем, все отлично. А самое главное – очень красиво. Вы посмотрите на эти склоны. Горы. Вообще просто класс. Мы приехали из города Ставрополя. Впечатления очень хорошие. Природа. У нас там снега нет. Тепло. Здесь у вас снег. Красиво. Очень все нам нравится. Даже мы здесь уже бываем постоянно. Вот друзей вывезли. Они впервые. Вот прям под впечатлением. Все круто. Да. И сервис нравится. И природа. И вот. Может быть, даже покатаются. Развлечения в Дамбай традиционны для горнолыжного курорта. В светлое время суток – катание на санках, коньках, прогулки на снегоходе. Квадроциклах и тому подобные снежные развлечения. А вечером – различные мероприятия и дискотеки. Разнообразить свой досуг на курорте можно прогулками по окрестностям. Ряд пешеходных маршрутов в Дамбай доступен и в зимнее время. Шикарные. Круто. Очень хорошо. Очень хорошо здесь. Нам нравится. Я в феврале в прошлом году был. И сейчас решили только Дамбай. Дамбай уютный, приятный, гостеприимный. Спасибо Дамбаю. Ну и, конечно же, туристы вместе с массой удивительных впечатлений от прекрасного края увозят и фото на память. Площадок для съемок и интересных идей для выбора подходящих мест в Дамбайе немало. На верхних склонах Мусе Ачитара есть необычный объект – отель в форме летающей тарелки, словно прилетевший из фантастического фильма. Надписи «Дамбай», «Выше только любовь», «Два милых яка» и много еще различных достопримечательностей. Алла Качива, Либастанов, Меха Гаракелян, Вести Карачева, Черкесия. Глава Карачева-Черкесии Решид Темрезов сообщил, на курорте «Дамбай» ввели в эксплуатацию 17 километров горнолыжных трасс. С привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов на территорию курортного поселка обновили и расширили 16 километров существующих спусков, а также построили новую трассу. Они оборудованы всем необходимым для спортивного отдыха. Спуски оснащены системой безопасного катания, которое включает в себя знаки предупреждения и защитное заградительное оборудование, позволяющее избежать отклонения спортсменов от маршрута во время спуска. Кроме того, на объектах выполнена инженерная защита склонов трасс для предотвращения эрозии. Долгожданная новогодняя премьера во всех кинотеатрах страны с 1 января начался прокат фильма «Холоп-2». Первая часть «Холопа» стала одним из самых кассовых отечественных фильмов. Продолжение комедии, которую сняли при участии телеканала «Россия», на этот раз рассказывает о событиях, которые развернулись вокруг «Мажорки». Артур Макцеп побывал на сеансе фильма. «Сказка ложда, мне и намек». Таким известным выражением можно охарактеризовать то, что происходит с героями продолжения самой кассовой комедии в истории российского кино. Новость о запланированном на декабрь прошлого года премьерном показе фильма «Холоп-2» успела подогреть интерес зрителей из Карачао-Черкесии, знакомых с первой творческой работой. Но затянувшиеся на несколько дней ожидания скорее сыграло только в плюс. Старт проката сиквела 1 января порадовал многих. Желающих посетить залы кинотеатров Черкесии было хоть отбавляй. Для некоторых просмотр кинокомедии стал важной частью новогодних праздничных мероприятий. «Мы год назад смотрели «Холоп-1» и, конечно же, продолжение всегда интересно. Но этот случай превзошел первый даже. Что в этом фильме вам больше всего понравилось и на что обратили внимание? Ну, во втором случае, во второй части уже еще больше затронуты человеческие какие-то качества, эмоции. Слез были, было немало в конце. Очень трогательно. И сюжет еще больше захватывал, потому что, ну, видно, что постарались и очень вложились в фильм. Я сейчас посмотрела «Холоп-2» и хочу сказать, что такие фильмы нужно снимать и нужно показывать. Он учит нравственности, то есть можно отдохнуть. Этот фильм больше создан для семейных, то есть, чтобы прийти с семьей и показать ребенку, что нельзя так себя вести и как нужно правильно себя вести. Он учит уважать взрослых, то есть семейная аудитория должна обязательно прийти и посмотреть этот фильм. Сюжет фильма, на первый взгляд, довольно прост. Обновленный после «Холопства» герой первой части Гриша чутко реагирует на любую несправедливость и, когда сталкивается со своим клоном из прошлого, не может пройти мимо. Избалованную и наглую мажорку необходимо во что бы то ни стало перевоспитать. За выполнение этой задачи берется проверенная команда вместе с самим Гришей. Впрочем, исправить дочку чиновницы оказывается труднее. Она образованнее первого героя и далеко не сразу верит, что действительно попала в прошлое. Да и многое из задуманного идет не по плану. Перевоспитатели постоянно находятся на грани прокола, но конечный результат все же подтверждает правильность выбранного метода. Тем более, что пример главного героя первого «Холопа» – лучшее тому доказательство. Ему самому, видите, уже стало неприятно, что себя так ведет молодежь. То есть он уже отдает показать остальным. Ему самому хочется наказать эту же молодежь золотую, которая так себя ведет. Я думаю, скорее всего, не очень-то жестокий урок, но он все-таки, он учит жизни. Если человек не понимает, как себя правильно вести в обществе, значит, его нужно наказать так, чтобы он понял, как правильно себя вести. Стоит ли вот таким способом перевоспитывать людей, которые ведут себя неправильно? Ну, вы знаете, фильм, это, конечно, что мы видим на экране, это не жизнь в наши дни настоящие. Но если вдруг стараться окунуться в это, это, конечно, жесткое испытание на самом деле. И там были затронуты такие слова, что вот все у тебя есть, и в миг этого нет. И герой спрашивает героиню, а ты ради этого жила? Поэтому это глубокий смысл имеет. Конечно, превышит, наверное, семья, человеческие какие-то качества, доброта, и надо уметь это ценить. Надо уметь ценить то, что имеешь, не совершать поступки, за которые позже будет стыдно самому и близким людям. К сожалению, понимание неправильности жизненного пути чаще всего приходит тогда, когда исправить что-либо уже невозможно. Но эта сказка, по сути, дает человеку второй шанс. Разумеется, у каждого посмотревшего останется свое послевкусие. Кто-то сочтет попытку перевоспитания слишком нереалистичной. Другие назовут урок чрезмерно жестоким. Третьи будут испытывать целую палитру эмоций – от заливистого смеха до горьких слез. Но все это – лучшие доказательства того, что кино должно быть и таким. Ведь лишь равнодушие убивает творчество. Артур Макцер, Ренат Муков, Вести, Карачао, Черкесия. Это все вести на сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Все о выборах в России. Мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно. Важно, честно и удобно. Зачем наблюдать за выборами? Гордый дед пришел домой. Я от партии одной в наблюдатели направлен. Бдить за выборами стану, чтоб народ и избиркомы все вершили по закону. Как в шпионских кинолентах. Я в секретного агента деда сразу нарядил и бинокль ему добыл. У меня такое зрение, что любое нарушение я увижу как орел. И к тому же обучение я специально и прошел. По российскому закону мне достаточно смартфона. Знаю я теперь, внучок, на какой нажать значок. Процедуре я обучен. Камеру купил покруче. Я, дружок, не пропаду. Общество не подведу. Выбирать в стране свободно, важно, честно и удобно.